Соловьёв. Лайф. А, так, что-то мне тут пишут, что я не вижу. Да, что страшно занимает мозги людей, интересующихся войной. Расспросим обо всём этом Александра Рутюнова, более известного как Разведос. Я являюсь большим поклонником. Александр, здрасте. Наконец мы с вами вместе в эфире. Слушайте, вот второй день люди смотрят это небольшое видео, где очень компактно стоит сгоревшая украинская техника. Объясните, пожалуйста, вот у меня первый вопрос, такой, наверное, неочевидный. А почему они так скучны? Вот они реально стоят все вплотную, как будто они там запарковались, то ли пиво попить, то ли, значит, разбить бивуак, то ли что-то ещё. Как это вообще произошло, как вам кажется? Всех рад приветствовать. Ну, вы правильно вопрос задали. Я могу лишь говорить о том, как мне кажется. Ну, вот мне кажется, что просто это, ну, это дорога условно, они все на дороге стоят, да, ну, на просёлочной дороге, там, на проделанной технике, там и так далее. То есть, эта дорога единственное место, по которому можно было проехать, и которая не заминирована, либо система не дистанционная минирована, либо не заминирована заранее. И было известно. И то есть, её можно было протралить, да, там, условно этим тралом, там, впереди он там стоит полуразбитый. И потом, след за ним уже выдвигаться, соответственно, бронетехники до рубежей, ну, когда она должна была развернуться уже в предбоевой, в боевой порядок, для того, чтобы осуществить поддержку непосредственно высадить пехоту и осуществить непосредственно поддержку атакующим подразделениям по атаке опорных пунктов наших. Но, благодаря артиллерии, благодаря авиации армейской, там, и умелым действиям всех, кто находился на этих оборонительных рубежах, респектом, конечно, и поклон до земли, у них это не получилось. И хорошо, что не получилось. Вы можете как-нибудь объяснить вот жалкие попытки украинских комментаторов, хотел сказать, политических хохлов, но понимаю, что и так весь эфир их так и взываю. Ну, то, что называется, на войне, как на войне, почему бы, в общем, и не признать, да, временные неудачи, но вот они изо всех сил сегодня, по крайней мере, с раннего утра, говорят, да, ерунда, у нас этих танков тут как грязи. Как вам кажется, вот потеря, ну, то, что подтверждено документально двух леопардов, там, современная техника, то есть, на которую они тут мастурбировали в течение полугода, потери еще нескольких тяжелых боевых машин, это болезненно вот с точки зрения наступательной операции на конкретном участке фронта или нет? Это зависит от того, какие цели, задачи данное конкретное подразделение, технику, которого мы наблюдали, сожженную, перед собой ставило. И в зависимости от этого можно будет сказать, это болезненно для них было или не болезненно, но давайте мы его сейчас, вот я понимаю прекрасно, что всем нам сегодня, всем нам сегодня хочется радоваться. Вот мы вчера, ну, условно, вчера смотрели с тревогой в сторону Белгородской области, сегодня мы все радуемся нашим успехам в Запорожской. И вот мне бы хотелось, чтобы завтра, ну, условно, завтра, послезавтра, мы продолжили радоваться, но чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться, это я не к тому, что у меня там какие-то инсайды есть, хотя они есть, я не буду о них говорить, но, так вот, непосредственно говорим о том, что сказали комментатор с той стороны. То, что нам показали, это, безусловно, болезненно, но это болезненно скорее для самолюбия людей, которые думали, что вот сейчас будет вот так, а вот так не получилось, потому что наступать, как правильно сказали все у нас ведущие комментаторы, военкоры, блогеры, наступать это не обороняться. Тем более наступать на заминированные местности, тем более наступать без воздушной компоненты, тем более наступать без достаточно непосредственной поддержки ПВО в частях, которые должны были, механизированные, грубо говоря, установки ПВО, которые должны были вместе идти с вот этой техникой, это очень тяжело. И надо сказать, что вот то, что нам пытались вчера изобразить вооруженные силы Украины, в обозримой исторической перспективе не делал никто. То есть никто не пытался механизированным кулаком, без воздушного прикрытия, без нормальных, говорю, установок ПВО в их составе проломить и шалонированную оборону противника, который ждал их на этом рубеже и готовился. Но еще раз говорю, в обозримой исторической перспективе этого никто не делал. То есть можно было бы сказать, а вот у них классно получилось, а вот у них классно получилось, а вот у них классно получилось, а вот это неумехи. Но дело в том, что такого, повторяю, не сделал никто очень давно. И поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, это такая была, скажем так, хорошая попытка, она не увенчалась успехом. Но важно понимать, смотрите, если предположим, что мы рассматриваем, предположим, что мы рассматриваем самый удобный, да, и который мне приходит на ум по логике, да, там, вариант действий противника какой. То есть он попробовал, судя по той технике, которая там была задействована, он действительно попробовал. То есть если бы я попробовал на месте командования ВСУ бы на шару бы, да, там, или там, давай попробуем, все что в другом месте попробуем, то я бы туда отправил бы менее ценные боевые единицы. Они наверняка у них есть. То, что мы видим, соответственно, М2 Брэдли, то, что мы видим Леопарда 2-6, это значит, что они там рассчитывали на какой-то успех. Так вот, они наверняка попробовали в самом удобном для себя месте и думали, что прокатит. Но теперь внимание. Наверняка же они были готовы нарастить усилия. То есть у них были какие-то подразделения, которые должны были проломить оборону, и потом были какие-то подразделения, которые были должны наращивать усилия. Вот мы вчера, за вчерашний день наблюдали вот эту сожженную колонну, прекрасное, прекрасное зрелище, ничего не могу с собой поделать, говорю как есть. Так вот, но видим ли мы наращивание усилий? Не видим. Ну, наверное, стоит предположить, что эти силы есть. Есть. Ведены ли они? Не ведены. Почему? То есть это нам говорит о том, что военно-политическое руководство Украины очень быстро сделали выводы из того, что произошло, и переформатировались на данном участке. И либо перенесу сейчас усилия на другое, и сейчас скажут, да это капитан, ты капитан очевидность, это же всем понятно. Но если это всем понятно, то не стоит сейчас радостно улюлюкать. Да, стоит порадоваться, да, стоит выразить респект и поддержку бойцам, которые удержались. Но стоит сейчас обратить внимание на соседние рубежи, на соседние участки местности, где и... Как правильно сегодня Алексей Суконкин у себя написал в блоге, что вот эти действия противника, даже не успешные, они очень серьезно сказываются на устойчивости обороны нашей. Почему? Ну потому что, грубо говоря, мы можем наши оборонительные рубежи там взять за 100% их устойчивость, к примеру, да, не образовывающие. Из чего это 100% складывается? Это хорошо оборудованные опорные пункты, прикрытые минными полями. Каждый удар противника процента или доли процента убирает из вот этих 100%. Нам становится тяжелее, 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 тяжелее обороняться основных сил противника. Основных сил противника, там цифры 10 бригад, 15, 20 укомплектованных бригад. Мы не видим до сих пор. Техники, ну вот смотрите, по сообщениям самих, давайте вот будем отталкиваться от того, что наши аналитики на основе открытых источников установили. 60 танков Леопард у них, различных модификаций, 60. Ну давайте, пускай уничтожено 8 танков Леопард. Не 3, не 2, а я слышал 8. Вот пускай 8. 8, это сколько процентов от 60? 12. А это только Леопарды. А у них не только Леопарды есть, у них есть и другие танки. Ну вот у них уничтожено 15% их нецелой мощи. Это впечатляющее количество. На фотографиях супер впечатляющее. Впечатляющее ли это количество, исходя из тех задач, которые они перед собой ставили, но сказать, вот сидя здесь вот на диване, очень тяжело. И даже сидя в окопе сказать, очень тяжело. Это надо смотреть, действительно правильно написали мне, надо посмотреть на карту, на большую, и тогда будет что-то ясно. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, по поводу танков я не в рамках полемики, просто вспомнил статистику времен Великой Отечественной войны по танкам. То есть танки и с нашей стороны, и со стороны немцев уничтожались в огромном количестве. То есть промышленность и советская, и немецкая их постоянно воспроизводила. Уничтожены одни, сделали другие. За время Великой Отечественной войны, по-моему, в СССР было произведено, это без Ленд-Лиза, порядка 120 тысяч танков. Вот, то есть, вот вы говорите, там 15% много или мало. Если у тебя работает Харьковский танковый завод, например, тогда это вполне терпимо. Но если ты рассчитываешь только на поставки союзников, то тут возникает принципиальный вопрос. Вот, во-первых, есть ли у союзников запас, вот, которым они готовы поделиться. И вообще, да и готовы ли они им делиться. То есть, вот сегодня я читал такие конспирологические версии, что как-то очень странно пошел контрнаступ. А где американская спутниковая разведка? Почему, каким образом вообще они уткнулись в минные поля? Значит, а где все эти пресловутые старлинки и так далее, и так далее? Ну, и авторы делают вывод. Все америкосы хохлов слили. Тоже праздновали победу, кстати, вот как вы и сказали вначале. Все празднуют, все уже пьют. С вашего позволения, я отвечу, ну, будем считать, что это вопрос, я с вашего позволения отвечу на данный вопрос. Значит, смотрите. Еще раз повторюсь. Я и никто не видел наращивания усилий, при том, что мы просто, ну, сопоставляя цифры, понимаем, что есть с чего наращивать усилия. Но мы его не видим. Что такое вооруженные силы? Надо понять, что вооруженные силы – это не самостоятельная организация. Если мы будем сравнить вооруженные силы с бойцом, то вооруженные силы – это автомат в руках бойца. Только вооруженные силы – это автомат, ну, то есть инструмент в руках военно-политического руководства страны. Ну, так как страна, так как Украина ведет войну, то логично сказать военно-политического руководства. И смысл в чем? Что вот мы стреляем из автомата, а он не попадает. То есть мы не попадаем. Это может быть по двум причинам. То ли у нас кривые руки, то ли у нас автомат не придет к нормальному бою. Сбит прицел. Ну, образно говоря, то есть просто для понимания сбит прицел. Вот мы, я прошу прощения, что я это вынужден говорить, но я это вынужден говорить. В марте, в феврале-марте 2022 года стреляли со сбитым прицелом до тех пор, пока не закончились патроны. Отличный образ. А наш оппонент сегодня стреляет всего лишь один день, точнее сутки. И уже через сутки он понял, что надо либо руки поправить, либо прицел. И остановился, еще раз повторяю, на то, чтобы переформатироваться, подумать и изменить план. Не слепо биться лбом в подготовленную оборону. Да, еще раз говорю, что они пробовали Купянск, Изюм, Балаклея, Херсон. И везде у них получалось вот хоп и получалось. Вполне возможно, они решили. Ну, слушай, если мы все время у нас получалось, почему бы снова не попробовать? Ну, давай попробуем. Выделили нормальные части, чтобы не было на это скачухи, ну, про то, что там непонятно, что было, поэтому не получилось. Они выделили нормальные части, в нормальном количестве, не получилось. И всего лишь сутки им хватило для того, чтобы оттянуться и подумать. И вот здесь самое время не пить, как вы сказали, вы сказали, не я, пить, а подумать. Но, еще раз повторяю, на фоне последних абсолютно негативных и постоянно негативных новостей, на фоне постоянного нагнетания обстановки, я, короче, хочется верить. И я верю, потому что... Потому что... Потому что по-другому быть не может. Еще вопрос. Вот вы в самом начале упомянули, что они пошли в наступление, не имея систем ПВО, в наступающих порядках, не имея превосходства авиации. Ну, мягко говоря, не имея превосходства авиации. А у вас есть объяснение, а как же тогда вот приключилась там перегруппировка, но по тем же Харьковом, где у нас было превосходство в авиации, оно же никуда не делалось, не использовали? То есть вот, там, не знаю, держали в виде запасного полка, как Дмитрий Донской, или что, или как? Нет, не в этом дело. Здесь на самом деле все гораздо проще. Харьковской области мы, в принципе, не оборонялись. То есть мы, в принципе, не удерживали оборонительные рубежи. То есть сегодня, вот вчера, мы наблюдали, как вооруженные силы Украины пытались прорвать подготовленную линию обороны. Причем не одну, они даже одну не прорвали, но их несколько. На Харьковском направлении просто не было линии обороны. Ее просто не существовало в природе. В том виде, в котором она называется линия обороны. То есть она, ну, оборонительных рубежей не было. Ну, то есть оборонительные рубежи сводились, там, какой-нибудь блокпост, там, я не знаю, какого-нибудь там окраина села, там, ну, не знаю, мешками с песком заложены окна в доме. Ну, зарыли чуть-чуть танк, там, чтобы у него только одна пушка торчала. Ну, там, вот это у нас называлось оборонительными рубежами. Сегодня у нас оборонительные рубежи. В полном смысле этого слова, как они должны выглядеть. То есть окопы полного профиля, опорные пункты, перекрытые щели, минные поля, прикрытые артиллерией и так далее. То, что мы сегодня видели. То есть как только начинала техника противника скучиваться на тех, на пристреленных заранее рубежах, кстати, многие обратили внимание на то, как точно стреляет артиллерия. То есть у нас нет вот этих лунных пейзажей с СПС, чтобы поля были изрыты воронками, а какой-нибудь случайный снаряд попадал в танк противника. Мы сегодня видим что? Мы сегодня видим, что как только скучился противник, прилетало куда надо. То есть эти рубежи были пристрелены заранее. Соответственно, мы видим сегодня подготовленную оборону, которую прорвать с вот такими исходными установками, которые себе нарисовали вооруженные силы Украины, или очень тяжело, или на некоторых рубежах, скажу более, невозможно. Так как задача, в принципе, может быть нерешаема с теми силами, которыми располагает противник. Но это невозможно на рубеже А, точнее, в точке А. Но может быть возможно в точке Б. Надеюсь, искренне верю в то, что это понятно не только мне. По поводу точки Б я еще хотел спросить относительно рубежей, которые были в районе Херсона, вот в Поднепровье, где, соответственно, все залило водой, смыло, насколько я могу судить, первую линию обороны, вымало минные поля и так далее, и так далее, и так далее. Вот если исходить из того, что, ну, хохол верит в удачу, вот, ну, а что, если везде получалось, как думаете, вот можно ли ожидать там попытки форсировать Днепр, разлившийся причем Днепр, и как это может выглядеть? Вот в условиях там экологического бедствия, да, когда залиты огромные территории, полный хаос, ни у кого нету достаточного количества средств для того, чтобы перевести тяжелую технику и прочее? Ну, мой хороший знакомый находится сейчас на том направлении, он говорит, что противник может попробовать. Малыми силами, разведдиверсионными подразделениями, подразделениями специального назначения, он может попробовать там что-то изобразить. Но я думаю, что если мы говорим о военно-политических успехах, противник будет пробовать на другом участке. И скажу более, он уже пробует на другом участке. Мы можем поговорить об этом участке или не стоит? Учитывая то, что там сейчас находится другой мой близкий друг, не стоит. Потому что я бы не хотел бы эту информацию, как сказать. Но не стоит. Но он уже пробует на другом участке. Пробует на другом участке. Активно и успешно пробует на другом участке. Я надеюсь, что вот эта информация, она не только мне известна, она известна всем заинтересованным с нашей стороны людям. И будут выводы нужные сделаны. Успешно, я говорю успешно, что до поры, до поры, до времени, скажем так, успешно. Но тем не менее у него получается то, что он делает. У меня послед... Это будет военно. Скажем так, вот я еще раз говорю, что мы с ФБФ-333 сказали, что у нас любая военная акция, военная операция в ходе военного конфликта имеет две составляющие. Военную и политическую. Но то, что сейчас делается в Запорожской области, это чисто военная составляющая. То есть он у них чисто военный. Противник сейчас пробует там, где он выстрелит с политической точки зрения. Он пробует там, в том месте, которому совсем недавно было приковано внимание всех. Если у него это сейчас получится, блин, будет прямо не очень хорошо. Я понял, о чем вы говорите. Понял, о чем вы. Ладно, не будем, да, чтобы не сглазить. Вот, я тоже верю в то, что все будет хорошо. Александр Разведос был с нами, наш коллега, Я с Александром целиком и полностью согласен и программу, собственно, вот с этим чувством начинал. Ну, как-то вот, ну, слишком много у нас вот этой вот совершенно идиотичной какой-то детской не то чтобы радости, а оптимизма, оптимизма. То есть уже вот-вот-вот совсем чуть-чуть, и мы уже празднуем перемогу. И это, ну, точно это неправильно. Вот у нашей страны, у всех у нас, у нашей страны за плечами больше года тяжелой войны. Всякой. И с победами, и с горькими неудачами. Мы всякое видели. То есть вот впадать в эту совершенно там иррациональную какую-то эйфорию, потому что нам показали пять сожженных танков, это не здорово. Там все только начинается. Мы можем только верить, мы можем кто-то держать кулаки, кто-то молиться за наших солдат, да, и знать, что мы, конечно же, победим, а не выстоят. Но там только все разворачивается, да. И это вот момент истины всей этой военной кампании, которая определит абсолютно все. Но об этом позже. Время Голованова. Соловьев. Лайф. К нам присоединяется Трофим Татаренков, эксперт в области стратегических коммуникаций, сооснователь проекта «Изолента Лайф», телеграм-канал «Пояснительная бригада выехала». Категорически приветствую, Трофим. Приветствую. Наконец-то мы увиделись в эфире. И вот, наконец, мы встретились в эфире. Ты знаешь, я вот хотел сначала вернуться к новости, которую я проговорил уже в самом начале, но хочу твое мнение просто услышать. Фом тут написал, что 84% россиян считают себя патриотами страны. Я вот из этого сделал горький вывод, что на втором году войны 16% половозрелого населения себя патриотами не считают. Что-то как-то с этим не так. У тебя какие мысли? А у меня мысли все совпадают. Я недавно тут разговаривал с директором в ЦОМ. Мы спрашивали про индекс доверия Владимиру Владимировичу Путину, если в принципе этот вопрос можно считать приличным. Потому что я считаю, что по умолчанию этот рейтинг доверия где-то там процентов 100 не менее. Но, тем не менее, те же самые 80% с небольшим процентов, вот этот вот рейтинг доверия. Ну, то есть те же на манеже. А вот 16%, про которые ты говоришь, мне кажется, что в них входят и те, кто уже не с нами. Имеется в виду в теплых грузинских краях, там армянских и прочих. Они же граждане России, мы же их считаем как население России. Поэтому, по-моему, все совпадает. Все хорошо. Я, правда, не думаю, что их опрашивали, потому что, скорее всего, это классический телефонный опрос. Ну, чисто политически, да. Ну, правильно, на сотовый телефон звонят, а ты в Армении. А, кстати, да. А, кстати, да. То есть ты думаешь, они оплачивают еще мобильную связь, у них остались деньги? Я думаю, что, во-первых, они могут оплачивать мобильную связь, потому что многие из них работают, и некоторые, кстати, даже на оборонной компании, скажу тебе по секрету, работают. Ну, программисты там всякие и прочее. Есть такой момент. А, с другой стороны, ведь опросы же теперь делают по-модному. Могут зайти, например, через Телеграм позвонить тебе. Тоже никаким образом это на деньги тебя не выставляет, когда ты живешь в Тбилиси. Когда звонят через вот мессенджеры, это очень смешно. Мне нравится, когда мне звонят по WhatsApp, и там отражается какой-нибудь банк ВТБ. Я сразу кричу «Слава России!» и на этом разговор заканчивается. Но, правда, это редко происходит. Не, надо спрашивать, где залужный, понимаешь? Нет, это долго. У меня нет времени. Я сразу просто формулирую, чтобы там у людей давление сердечно-сосудистое скачнуло, и они, по возможности, в общем, стали плохо себя чувствовать. Значит, еще вот какая новость. Такая вот, то, что называется, листа и информационную ленту. А министр культуры Любимова, не знаю, по какой причине, но сказала, что, ну да, там, я пересказываю, это не цитата. Да, вот у артиста, ну, артисты они же такие, они сложноорганизованные люди, у них тонкая нервная система, душевная организация. Некоторые, в общем, имеют свое мнение. Мнение некоторых, в общем, совсем не совпадает с линией партии. И хотя обращаются в Министерство культуры всяческие общественные организации, граждане с предложением там прищучить, ввести волчьи билеты какие-нибудь, провести какой-нибудь локаут организованный, мы ничего подобного не предпринимали. Решений не было. Да, решений не было. Ты хочешь узнать, что я, что я, моё мнение на это еще? Да, мне интересно. Не, не, я просто думаю, может быть, это я там совершенно упоротый, вот как-то неправильно жизнь понимаю. Вот я вот до сих пор читаю на втором году войну подобные новости и подпрыгиваю. И хочется начать разговаривать с телевизором. Там, а почему решений не было, что не складывается-то у вас там? Бумага в принтере закончилась, что ли, или что-то другое? Слушай, а мне кажется, что просто не до них сейчас. Сейчас есть такое количество решений, которые требуют гораздо более быстрого принятия, чем думать о том, как эти там, ну, условные, кто-то инагенты, а кто-то еще даже и не инагенты, думать, как их прищучить. Мне кажется, что вот тут кто-то из наших, по-моему, даже Владимир Рудольфович сказал недавно в выступлении в своем, что у нас наконец-то начинает зарождаться гражданское общество.